Призон брик, только мана брик. Такая вот шутка. Что у нас? Был поставлен в арт. Попытка может быть здесь повоевать за руну. По поводу руну, кстати, лин на антимаг. Джаггернаут, квапа, драка начинается. А из... Так, стоп. Чилинг тач. Пытается лин на кого-то ударить. Батерия салва очень сильно уринит. В итоге лин на у нас умирает первой. После этого удается фраг заработать. А парейшн умирает варлок. Настолько глупо все произошло. Сейчас Клокер просто по идее зарешал. За счет этого именно команде удалось сделать ФБ. Если я ничего не путаю, да. Только сколько раз лин на замахивалось, даже сбился со счета. Но именно это позволило ФБ одержать. Клокерк его заработал. Ну и что, Клокерк у нас саппортом является. На центре у нас даже трипла против даблы. Ну а парейшн наверное сместится на бот линию. Хотя стоп. На топе у нас кто стоит? Джаггернаут против антимага. Иногда можно огрызаться антимагом. А на брик, потихонечку маны лишать. У Джаггернаут на такие случаи все равно должно быть в кармане манга. Нет, у него есть кармане. Ну не знаю. Посмотрим. Один на один антимаг, я думаю, более... А стоп, он же против битрайдера стоит. Что-то я тут опять глупости говорю. Ну шестая игра. Сори парни. Кто ФБ ебанул? Пента. Пента убив Лину. Итак, давайте пройдемся кратко по линиям. На центре вроде как два на два. Спирит Лина против Клопы и Клокерка. На топе битрайдер. Против антимага Варлок помогает. И вот Shadow World пытается немножечко доставить дискомфорт. Битрайдеру на бот линии Шекер против Джаггернаута и Апарейшна. Вот теперь мы определились. Ну, если Клопу Клокерка оставит, некого больше будет линии бить, не на кого будет рассчитывать в целом Клопе, то Лина должна эту линию под себя подмять за счет нюков своих. Просто держать в зоне риска Клопу, от крипов зонить. И здесь будет преимущество именно за ЛГБ. В отношении топа подтянулся Air Spirit к битрайдеру. Ну, вряд ли они пока смогут что-либо сделать. То есть нужен там второй, третий уровень, стики напалм, фаерфлай. Тогда уже вместе с Air Spirit удастся хотя бы Варлока забрать. Бывает такое, что парни не контролируют немножко обстоятельства. И по поводу вот битрайдера, да, просто бегут за ним в надежде сделать фраг на фаерфлайе. Сами потом загорают, умирают. Надеюсь, такого здесь не будет. Хорошая линия для антимага. Ну, в том плане, что стики напалм. И вот это влияет очень сильно на тернрейд. Пока ты развернешься добить крипа, его, я думаю, может успеть убить битрайдера. На Лину нападение, подтягиваться к лопа, есть спину даггер, подтягиваться к локер, батарея салта. Ролинбол до транспирита, пытается немножечко помешать. Курьер у нас остановился. Лина до сих пор жива. А батарея салта сильно очень ровно пытается развернуться. Все-таки добивает ее к лопа. Можно еще один даггер будет выкинуть по аэрспириту, но он довольно далеко отошел. Курьер все это время просто постоял на ровном месте. Но опять за счет батареи салта нереально замахнуться, тычек дать. То есть даже какой-то вариант убить куриера был бы довольно глупым. Вот такая вот картина второй фраг для пенты. Так, пинок в драгонслейв. Урона не хватит, не убить к локерка здесь. Клопа съела фаску свою, то есть никуда не вынужден отходить. На топе обхивил. Таким вот образом попытались как можно больше урон нанести бэтрайдеру. Не особо вижу, чтобы он там как-то с линии пытался сместиться. Ну и на бот линии шейкера вроде бы гоняют, хотя к крипам доступ он имеет, этот крипов этих самых бьет. Ну вот, не с сики, в дело идут. Ну вот на файерфлай, почему антимаг находится и сейчас теряет здоровье, я не понимаю, что он делает. Пытается дальше прыгнуть за бэтрайдером, это ему не по шансам. Просто взял, потерял пол хп. Подтягивается ворок, достанет ли шадоу вордом, попахивает фрагом здесь или не получится. Нет. Ну окей, говорит, у меня ворок типа в команде есть, я тогда буду жить. Просто взял, прошелся минутой, потерял пол своего столба хп. Минус шейкер, так вот просто, через блейдфури. Пока все ровно, 4 фрага, 2-2 счет. У Лины на центре все явно получше, чем у Квапы, несмотря даже на то, что фраг был сделан. Ну вот вроде как фраг, да, это просто нивелирует разницу. С одной стороны есть фраг, с другой стороны есть больше крипов добитых. И более-менее все пока ровно. Ну и четвертая минута, ничего интересного, как бы каких-то заключений, умозаключений сделать невозможно. Антимаг рип офармит, не забывает донать. Все более-менее нормально. Так, рулин болбер. Есть камень, пара ударов, но под вышку не будет ехать джиггернаут. Понимаете, в чем суть? Одно дело, когда на бетрайдере, допустим, играл бы какой-то вот неопытный чел. И вот он не знал, когда остановиться. То есть на фаерфлай летит, пытается сейчас убить варлока, шо-до ворд на себя тот повесил. Возможно, этого не хватит, не в ту сторону разворачивается бетрайдер. В итоге вряд ли удастся здесь варлока убить. А с другой стороны есть вот, например, что-то апхил какой-то вообще не туда. С другой стороны на бетрайдере может играть какой-то вот действительно опытный игрок. Который знает, когда остановиться, когда можно наглеть. Именно за счет этого может выиграть линию. Скан использован был. Понятно было, что где-то там находится бетрайдер. Будет ли за ним дальше угнаться варлок. Я не совсем понимаю, в чем смысл. Лучше бы дальше на линии стал какой-то опыт получил. Он решился убиться об крипов. Это тоже вариант. То есть никому денег не отдавал. Причем есть ответный скан от ЛГБ. Клокер планировал, возможно, выйти на лин, но этого более не будет. И на этом все планы были порушены. Итак, пятая минута. Что у нас примерно по нетворсам? 2 200 джиггернаут. У Лины все отлично. Антимаг на третьем месте. Не особо отстаток джиггернаута. После этого аквапа. Клокверк, следом которой саппорт. После этого шейкер оф лейнер. Далее бетрайдер. Ну и саппорт и следом. Какие могут быть еще варианты? Ну, продолжает напрягать антимага бетрайдер. С повышением уровня будет еще больнее. Раз за разом в один момент просто ворлока мана закончится. Он уйдет с линии. Возможно, этим и воспользуется ЛГБ. Направив к бетрайдеру какую-нибудь помощь. Может быть смогу? Сейчас какой-то нет. Просто фласка подъехала. Так, эрспирит на топ заезжает. Но фаерфлай по трачен долг. Поэтому в ближайшие секунды никакого нападения не вводит камень. Антимагу неприятно. Рулин болдер. Нету сайленса. Маг спасается декстом. Смотрим пока за непродуктивными нападениями. Микрофон чувствует твое дыхание. Сладкий. Да, есть такое. Ну, приходится иногда дышать. Иначе я просто умру. Опять нападение на Шекера. Блэйд Фурии. Довольно много урона. Ну, я думаю, что напоследок Буги все контролировал. Прекрасно понимал, что урона не хватит, дабы его убить. Поэтому Фиссура я готов был откинуться. Примерно так и произошел. Праг здесь не дал сделать Джиггернауту. В это время Клокер в Инвизе выдвигается на топ. Или это все-таки Смоук? Давайте быстренько глянем. Нет, это Инвиз. Что здесь все-таки удастся сделать? Бетрайдера попробовать поймать сейчас. Ну, у него фаерфлай доступен. Так что он в любом случае через Коги сможет пролететь. На него нападение. Бат, три ассалт. Хорошие Коги, кстати. Стукается об них Бетрайдер. Под обхивелом находится. Очень сильно замедлен. Слишком много урона получает. Стики свои съел. Это его не спасает. Есть фраг. Потягивается Аппарэйшн. Пытается напасть на Антимага. Довольно глупая затея. И смогли парни забрать Бетрайдера. Отлично. Третий фраг. Грустно, что достался опять Эрмену, а не Антимагу. Но здесь, видимо, такой цели не было, чтобы именно фраг оставить своему кору герою. Раз так получилось, сойдет. Окей. Послушал, не понравился. Ну, бывает такое, да. Так, схватка между ЕСом плюс Кокерком. Не будут они драться. Давно построить. Где-то давно на карте какую-то нужную арену, чтобы там могли какие-то отдельно взятые герои разбираться. Типа, если какие-то конфликты возникли. И за это можно было в лишнюю голду поднять. Ну, типа, знаете, вот есть такие раньше приколы были. 1х1 на руне или там на речке. То есть, чтобы реально такую херню ввели в дот. Чтобы можно было таким образом тем, у кого смелости хватает деньги, зарабатывать. Не знаю, что я говорю. Просто раз пока ничего интересного мы не наблюдаем. Правда, квопа подтягивается. Здесь получает стан. Скрим в ответ. Рейндропы спасают. Подтягивается ЕС. Есть камень. Неприятный квопе. Получает ульт в лицо. Успевает напоследок скрыться. Но вот Орвов Веном квопу добивает. А были ли заряды в ботле какие-нибудь хотя бы? Давайте посмотрим. Нет, ботл был пустой. Посему не удалось спастись квопе. Здесь Коги. Война с Эрспиритом. У него дабл демаж. Все равно драка вроде как не по шансам. Хотя вот ветками. Напрягай дальше начинает Эрспирит. Клокерка расходится миром. Вот так вот. Почему ты меня игноришь? Кого я игнорю? О чем речь? Итак, фиссура. Не знаю, на что рассчитывает Шейкер. Боит Фури. И маны-то больше нет. Может быть есть какой-нибудь Солринг. Да, Солринг есть. Так что все в порядке у Шейкера в этом плане. Даже на ульт бы хватило, наверное, маны. Итого шесть фрагов. Ближе к девятой минуте смотрим на графики. Тысяча буквально по опту за пентой. По золоту буквально 500 единиц. Нетворса перед вами. Ничего там необычного не наблюдается. Антимаг немножечко отстоит от Джиггернаута. Но не столь это огромная проблема. Просто вся проблема именно в том, что Джиггернаут гораздо быстрее начнет со своей командой двигаться по карте. Возможно сносить вышки за счет Хилингварда. За счет того, что его невозможно взять способностями так просто. Хотя стоит посмотреть. Ведь в пике есть ульт Квапе, которая все равно урон в Блэйдфуридж Гернаут нанесет. Есть Хукшот, который там даже в Блэйдфуридж собьет ТП. То же самое касается и Голема Варлока. Про это забывать не стоит. Но, тем не менее. Что у нас по слотам? Четвертый уровень аппарата. Есть один ботинок. Так, проблемы намечаются у Бэтрайдера. Взлетает Аферфлай, потягивается Квапа. Искрим, есть Даггер, опхил под ноги от Варлока. Здесь Когас, Затриал Оперейшн. Он сам вроде как спасается Бейхстом, Бэтрайдер минус. Есть фраг, достается Антимагу. Наконец-то, хоть что-то ему досталось. Таким образом, приближается к Джеггернауту. Лина, что имеет? Ну, Талисман, даже два. Имеются Файзы, имеются Стики. Возможно, будет собираться... Что будет собираться, вопрос. А, барабаны какие-то, может, там, может, Юл какой-то будет все-таки собираться. Пока не ясно. Девятый уровень есть у Лины. Джиггернаут Файзы. Пытается собрать Яшу. Аквилу нет. Пурманшил, трейндропа, восьмой уровень. Спирит четвертый. Стики, ботинок, орбов, веном. И Бэтрайдер пятого уровня. Предпочтение отдает именно Стики Напалму. Транквилы имеются. Стики, трейндропы. И видим, что денег у него немного. А уже десятая минута. То есть, какого-то прям крайне быстрого даггера не будет. На центре опять проблемы. Лины ульт есть фраг на Клопья. Достался он мидеру команды ЛГБ. Варлок не успел ничем помочь. Да и вряд ли от ульта вот чем-то прям реально можно спасти. А может быть, был бы голем, был бы какой-то лоту сорок. Но на десятой минуте это просто нереально. То есть, чтобы отбить этот ульт, дать линию в лицо. И скинуть голем, а фраг хотя бы варлоку заработать. Ну, вот, немножко такое больное у меня воображение. Понятное дело, что такого не будет. Киталанту МН в 25-м. Снижение колдауна на мана-войде. И, скорее всего, ловкость. Да, 25 к ловкости и минус 50 секунд перезарядки мана-войда. Это, по идее, сколько будет? 20 секунд. Но это очень сильно. В пике против таких героев, как вот Лина. Действительно, это даст о себе знать, если антимаг 25-го доживет. Хотя, в целом, если игра будет более-менее дальше ровно складываться. И купит он свой бэф, дальше будет фармить. Команда не будет сыпаться друг за другом. И в ушки слишком сильно терять не будет. В целом, все будет неплохо. Ну и плюс, я уже говорил о том, что антимаг всегда имеет возможность при наличии ТП, сделать ТП это самое в драку. Прокликать лину аппарата, дать им этот мана-войд. Даже без множества слотов, все равно какую-то пользу в драке внести может. Кто победит, как думаешь? Откуда я могу знать? Я действительно не понимаю, что это за глупый вопрос. И камеру я не контролирую. Поэтому я не могу влиять на высоту этой самой камеры. Бэтрайдер плюс джаггернаут на топ вытягивают себя в смоках. Вытягивают себя. Просто выходят в смоках. Но нужно, чтобы лассов все-таки бэтрайдер дал. Смок падает. Летит Айз Бласт. Вроде как прыгает прямо в лапы джаггернауту. Антимаг получает омни-слэш и умирает. Таким образом, фраг именно для джаггернаута. Ну, грамотно все сделали. Просто прочитали примерную траекторию полета. Либо предугадали, либо просто предполагали, так и произошло. Ну, не слишком огромные цифры по золотому опыту. Ну, голем на голову Лине. Даггер был использован. Скрим тоже был в ответ стан по голему одному. Клокверк со спины подтягивается. Батария Салл. Драгон свой ответ от Лины. Это ничего не дает. Клокверк забирает себе фраг. Опарэйшн пытается как-нибудь повлиять на ситуацию. Ничего не получится. Хукшот по Опарэйшну. Квапа и Скрим. В коках остается здесь Квапа вместе с Клокверком. Пытается замансить в кустах куда-нибудь Опарэйшн за ним. Крипы. Он под даггером Квапы. Он тоже был убит. Итого два фрага. Мидер плюс саппорт. Плюс 200 золота, 200 оптом. Вышка где-то у нас упала на топе. И золото было поделено поровну. Здесь Бэтрайдер. Прыгает на него антимаг. Взлетая на фаерфлай. Рядом три героя воровских находятся. Не по шансам это драк. Хотя потягивается же дирнал. У него нет Омнисаж только Блэйтфури. Пара ударов по антимагу. В них Джиггернаут не стукается. Прожимает Блэйтфури. Много урона. Довольно. Будет ли дальше гнаться Бэтрайдер? Клокверка. Подтягивается Лина. Станет ли ультом? Сейчас Драгонслейв. И Клокверка на себя урну живет. А Парэйшн на ульт не достал. Ульт Лины в ответ. Так что у нас? Бэтрайдер был убит. Варлок был убит. Размен пока не гнин. Шейкер делает ТП. С драки уходит. Ай-яй-яй. Ну вот и разница совсем смешная. За эти фраги. Клокверка. Клокверка сильнее по героям. Ну, антимаг явно получше будет. Потому что слишком мобилен. И даже если, допустим, Пента с... Ну, какой-то серьезной такой проблемой сталкивается. Где драки принимать очень трудно. Антимаг все равно. Со слотами может пушить одну из линий. И придется просто ЛГБ вот внимание свое на это обращать. То есть они не захотят терять сторону. Но вернуться домой, там, к примеру, кто? Лина, допустим, и Бэтрайдер. Антимаг сделает за счет этого ТП. И Пента сможет догнать, там, двух-трех героев. Поймать из ЛГБ. И, соответственно, убить их. То есть вот эта вот фича крайне актуальна будет. Да и КВП это тоже касается. Но тоже мобильный герой не так просто ее поймать. Здесь что? Фиссура? Он не слэш по шейкеру. А из бласт. Фраг достается Джиггернауту. Клоквер пытается аппарата поймать. Потег из КВПа дает скрим. Аппарата убили. Нет, стоп, это была бочка от Бэтрайдера. КВПа была убита. Два фрага достаются Джиггернаутов. Отолбанцы. Хилингварда нет. Сгорит ли? Непонятно. Нет, будет, видимо, жить. В это время, правда, вышка у нас где-то упала. Силы света снесли вышку. На центре, я так полагаю, крипы добили, да. Ну, тут, в отличие от первой карты, здесь получше удается спей создавать для антимага. Антимага уже, возможно, есть БФ. Ну, нет. Что-то я как-то вот слишком сильно наивен был. Десятый уровень. Что за талант? Здоровье. ПТ, Персиверенс и 1200 монет. Только Бродсворд появится. Давайте глянем, что по слотам. Клоккер, Транквилы, Урна плюс Стики. Есть седьмой уровень. Варлок, восьмого уровня, Аркан Ботинки, Рейндропы, Виндлэйс и Стики. Шейкер, Солу Ринг, Транквилы и хочет купить себе как можно скорее Даггер. Буквально... А, нет, деньги уже есть. Все, Даггер куплен. КВПа, десятого уровня, нет талантов. Есть Дискорд, ПТ, Боттл и Стики. Дальше Юл. Антимаг, о нем я уже говорил. Квеймор себе купил за 1400. 1000 монет до БФа. Ну, не бывает такого, что в игре вот идеальные условия, что антимаг прям нон-стоп фармит. Здесь камнем было сбито ТП, Блэйд Фури и это фраг. Фраг на Клоккерке. Причем вроде как стрик какой-то имелся у РММ. Джиггернаут снова фраг поднял. Джиггернаут в последнее время реально много денег зарабатывает. Видим, что он находится пока на одном на Творце с антимагом, но... При условии, что БФа нет, и пачки репов пока не забирают нас. Кстати, почаще комментирую игры, особенно когда на крутые игры ставят баб комментаторов. Спасибо. Да, стараюсь. Бывает такое. А, ну люди обычно не парятся по поводу того, что там является комментатором женщина. Они не считают альтернатив, так что... Вряд ли огромному часу людей может быть это интересно. Как-то так. Но в целом, надеюсь, что вот поскорее уже будут какие-то интересные игры начинаться. Может какие-то будут параллельно интересные турниры проходить. Вроде бы совсем скоро будет какой-то в Перу матч. Точнее не матч, а даже турнир проходить, на котором Тим Спирит играть будут. Ну, как минимум, любопытно это. Вроде там еще есть какая-то команда вроде Альянса были. Ну, уже интереснее, чем, допустим, рядовые матчи подобного рода. Голем на голову был скинут. Джиггернаута проблемы. Фраг удается забрать РМН. Десятый фраг для Пента, если кто-то, конечно, по этому поводу сильно переживал. Открою разочек еще раз графики. По опту ЛГБ впереди. По золоту впереди на 500 монет буквально Пента. Вот они артефакты. Что здесь интересного можно отметить? Да, в общем-то, у Лины Point Booster есть рецепт на Bloodstone. То есть это будет Bloodstone. Джиггернаут. Яша плюс рецепт нам он поставил. Денег у него сколько? 1700. Скоро появится этот артефакт. И за счет голема Варлока, Квапы рядом с пачкой крипов удастся сейчас Т1 вышку на Батлине снести. Что касается вышек. Две вышки отсутствуют у ЛГБ. И две вышки отсутствуют у Пенты. Здесь все пока ровно. По поводу Вижна. В лесу у Пенты есть вражеский вард стороны ЛГБ. Есть также вард на алтаре стороны ЛГБ у Пенты. И свой подход в лес контролируется тоже Абсервером. С другой стороны есть у Пенты Абсервер, который видит прекрасно вражеский алтарь. То есть вроде команды ставят варды. И вот еще один кстати был поставлен Пентой вард. Но никто не пытается эти варды искать. Джаггер это сейчас вроде как видно. У Шекера появился даггер. Есть шанс залететь. Возможно дать ульт, если он в наличии. Да. Дальше команда подсуетится и поможет. Есть на Батлине фиссура. Скрим. Камера нам этого не показывает. Здесь Расперит кажется умирает. Джиггернаут подъехал на Дракуэту. Летит Айсбласт. Распопадает по двум героям вражеским. Джиггернаут не знает что делать. Есть байбэк от Эрспирита. Делает тпшку на бот-линию. Клокер ставит. Клокер просто улетает. Понимаешь, что его никак не убить. Здесь у Шекера могут быть проблемы. Застывает на месте. Откинулся фиссурой. Слишком много героев. Станлин, Драконсуев. Есть фраг. Достается он линия. Вот такая вот дерзость. Ну байбэк видимо лишний был. Не слишком много здесь сделал Эрспирит. Я думаю, что это в целом повлияло на отход Пенты. Потеряли только Шекера. Могло же все гораздо хуже сложиться. В полноценной драке. Но антимак-то фармит. Все у него вроде бы неплохо. БФ есть. 900 монет сверху есть. Говорит, парни, все под контролем. У нас не так, как в первой карте было у ЛГБ. Мы справимся. Да-да-да, согласен. Что у нас? Бладстоун у Лины появился только что. Есть также талант 125 дальности способности. Кстати, вспомнил о том, что Лине немножко подрезали талант. На 25 уровне. Так, Шейкер на падение. Камень. Магнетай. Сайленс. Есть фраг. Бетрайдер Лассо выписывает. Варлока здесь находит. Стан от Лины. Драгонслейв. Два фрага достаются ЛГБ. Правда, видимо, опять описание не пофикшено. Либо что-то в этом духе. Потому что я знаю. Вроде как с плюс 40 до плюс 30. И 3% ускорения за каждый заряд файресол. Вот такое было изменение. Здесь почему-то вроде старое описание. Ну и что. Два героя были убиты. Саппорт плюс оффлейнер. После этого есть такой уверенный заход на Т2 вышку по центру. Клокер пытается здесь поймать пачку крипов. Не дать им дальше пройти. Возможно, пытается заруинить проход к хайграунду Т3 вышки. Но я не думаю, что могли бы сейчас планировать вообще вот этот выход подобный ЛГБ. Антимага задача сейчас не подставляться, не умирать, не находить себе неприятностей. Грамотно сплитить, показываться в разных частях карты. Возможно, иногда все-таки притягивать к себе внимание. Чтобы рассредоточить игроков ЛГБ. Это позволит Пенте, может быть, какой-то выход в самоках устроить. Но вот пока не видно. Причем курьер только что был убит. Курьер ЛГБ. Сколько килов у Клокерка? Четыре. Клокер, к слову, Форстав пытается собрать варлок Барабаны. Нет, это рода Фотос будет. Шейкер с Даггером дальше Форстав. Квапа Юф. Готов уже, нужно принести антимаг. Яша есть в кармане. Ну и схема та же, да? Покупаю себе сразу рецепт. И что, Лина? На нее выходит Клокерк. Батаре Ассалт. Ставится Коги. Квапа Даггер плюс Крим. Очень много урона. Хукшот притык. Культ Квапы. Есть фраг. Лина была быстро довольно убита. Минус заряд до Блодстоуна. Обхилл под ноги от Варлока. Камень в ответ от Роспирита. Саленс повесил на Квапу. Идти пока не может. Но ничего ей больше не угрожает. Так, Бэтрайдер может попробовать прыгнуть. Но у него проблемы с маной. Есть ли лассо? Глянем, сейчас не хватает маны. Можно съесть в теке. Клокерк опять по Сталкоге. Пытается сделать ТП. Понимает, что ему никто этого сделать не даст. Застывает здесь под Эпорейшном. Лина быстро вернулась из Таверны. И как раз на этом герое может быть заряд Блодстоуна будет заработан? Да. Видно, что даже Лина двигалась как раз в сторону Клокерка, чтобы получить заряд. 10 зарядов в кармане пока Лины. Дальше будет собирать Йоу. Что там? Новых талантов нет. Джиггернаут Манта Стайл закончил. Есть талант на урон. Дальше планирует собирать Даггер. Диффуза бы не помешали. Эрспирит талант на интеллект. Транквил и копит на Даггер. Ну и Бэтрайдер с Даггером окей. Будет пытаться брать и Йоу, и Форстаф. Такая вот примерно пока обстановка. Но опять напоминаю, что антимаг сейчас чувствует себя великолепно. Но вот он, видимо, не решил идти по той схеме, чтобы купить себе так. Здесь есть шанс, кстати, в соу спокойно убить Апорейшну. Откинулся из Бластом. Получает пару ударов. Дает ульт. И даже рейндропы не спасает. Вот так вот. Но на то он и антимаг, чтобы в соу разбираться с подобными товарищами. Я, кстати, думал, что действительно тоже пизда ее зарядом на Бладстоуне. Но нет, их 10, это еще более-менее нормально. Так, скрим, квапа. Проблема. Распирита очень много урона получил. Здесь голем скинут был Варлоком. Проблемы возникают у Лины. Станом успевает откинуться. Лассо от Бэтрайдера держит шейкера на месте. Не дает ему ничего абсолютно прожать. Убивает Варлока. Лина, правда, умирает. Тоже опять теряет свои заряды Бладстоуна. Драка пока 2 в 1 саппорт в саппорта плюс мидера. И Бэтрайдер вот лассо потратил. Сам из драки уехал. Больше ничего поделать не смог. Понятное дело, что драка в пользу пента. Из бласт долетел. Но никого он здесь не убьет. Коферка все в порядке со здоровьем. Причем ждет шейкер своих тиммейтов, чтобы под алтарем подрегениться. 7 зарядов Бладстоуне. На подходе у Лины Йоу. Есть второй талант на 50 к урону. Антимакс манта стайлом. Вопрос, что дальше? БКБ, Башер, Аганим ли? Аганим будет дальше собирать. Мне, конечно, нравится больше Башер и вообще Эбисол Блэйда. Ввиду того, что можно прыгнуть на любого героя фактически. И в соло сделать гарантированный фраг в любой части карты. То есть обычно пытаются на тебя напасть. Но ты готов отбиться. Понятное дело, что здесь против подобного пика точных способностей. Аганим будет очень-очень даже приятно смотреться. Второй талант к соло антимага. 20 к скорости атаки после здоровья. Да, ну и в целом не самый бедный герой у Пенты. Просто вот Бэтрайдер действует грамотно. Постоянно Шейкера отвозит. То есть в драке прошлой не было никаких раскастов. Шейкер увезли. Ничего ему толком, кроме Фессуры, не дали использовать. Вышка только что Квапой была добита, видимо, на центре. Антимаг с Монтестеллом прыгает на Бэтрайдера. Оформляет здесь фраг. Без какой-либо вроде помощи даже. Хотя нет, Фессура Шейкера была. Хукшот от Клокверка. По кому попал, непонятно. Драка. Юля крутится по Крс. Переставится к Клоге. Омнисэш, Джигернат свой потратил. РМН до сих пор живо остается. Спасается. Бегстом Блэйдфури тратит Джигернат. После этого, боюсь, он все-таки будет убит. Хотя Джигернат пытается догнать и убить Клокверка. Не получается. По тягу Центимаг. Маны больше нет. Доступен алтарь. Но нужно, наверное, просто пытаться убежать. По тягу Цеклопа есть скрим. Есть дагер под Джигернаута. По тягу Центимаг. Скрим спину. Есть фраг. Достается Клопе. Фессура от Шейкера. Стан от Лины. По одному Антимагу. Антимага оттолкнули Форсталом, чтобы дальше мог продолжить погоню. У него, наверное, есть мановой. Давайте быстренько глянем. Мановой есть. Есть, так что можно попробовать его использовать. У Лины мана... Ну, маны много. А вот у Аперешина не так много. Лины ульт. Айс Бласт. Шадо Уорд повешен был на свой тиммейт. Только вот он не регенится. Лассо от Беттрайдера. Шекер крутится пока в Юли. Стан от Лины. Пара ударов. Антимаг. Мановойт выдает. Лина умирает очень быстро. Правда, Шекер тоже был потерян. Здесь Беттрайдер пытается гнать и убить сейчас. Не могу даже понять, кого из заебучей камеры. Просто слишком высоко висит Клокверка. Три фрага для антимага. Беттрайдер через дайкер пытается уйти. Под авхилом слишком сильно замедлен. На ферфлайне находится антимаг. Как бы он сейчас не умер. Нужно остановиться. Во время нет. Прыгает. Просто на пустыноберет. Ставятся Коги. В них зажали Беттрайдера. Скрим от Квапы. Стики свои съел Беттрайдер. Не спасает. Это четыре фрага для антимага. Не хочет останавливаться. Был бы пятый. Я думаю, пятого бы ебнул и оформил рампагу. Парни ему явно бы ее позволили дать. Ну, сука. Ну, почему так высоко поднимать камеру? Ну, это же просто пизда. Я не знаю. Это троллинг может быть какой-то. То есть, просто ничего не видно. Я сам сижу. Просто меньше полуметра, наверное, перед экраном. И я все равно ничего не вижу. То есть, нужны очки. Скид-скит-нига. Вот такой вот получился файт. Я не знаю. Такая шутка. Да, скитер неплохо здесь все исполнил. Понравилось, как Лину настиг. Лина потратила часть маны. Дала раскаст в шейкера. Ну, вот за это поплатилась. Давайте глянем на заряды Блотстона. Четыре. Моя любимая цифра пять. Четыре не очень смотрится. Хули ты так камеру не контролишь? Потому что, если бы я ее контролил, было бы все еще хуже. Да мне просто лень, на самом деле. Вот и все. Я похуист. То есть, нет лучше вариантов. Ну, что поделать. Так, опять война между Квапой и Линой. Не по шансам. Прыгает Шекер. Дает ульвьюл. Его Лина поднимает сразу. Не так много урона было Линой. Получено подтягиваться командой. Есть у вас обдрайдера по Квапе. Судя по всему, вам не слэшли. Так, Квапа, минус. Бетрайдер дальше прыгает. Наберед на Шекера. Шекер никак не сможет уйти через даггер. Лина в спину ульт выдает. Последний удар. Креет фраг для Джиггернаута. Пойдет. Доебался Эдишн. Да, как-то так. То есть, может быть, когда-нибудь что-то меня вот склонит научиться управлять камерой. Но пока мне реально просто западло. Буду честен. Ерзать мышкой, что-то клацать клавиши по клавиатуре. А так я могу закинуть ноги на стол, руки за голову и наслаждаться зрелищем. Все, опять камера высоко, блядь, взлетает. Нет. Аппарат, бедолага. Так, голем скинут был. Ни по кому вроде бы не попал. Хушот, кокерка стукается. Об эти когер спирит. Лина пытается откинуться станом. Кокер за счет форстафа и скогов выпрыгивает. Так, может быть, другая камера чья-то получше будет. Блин, а не туда нажал. Давайте вот так посмотрим. Да нет, они все какие-то больные. Очередной фраг для антимага. Минус Лина. Минус заряды. Минусы жизни. Я не знаю. У них всех какая-то одна и та же вот болезнь. Ай-яй-яй. Ну что, Лина в таверне. Есть в таверне. Варлока потеряли. Антимаг. Что-то там к нему кидали. Видимо, не по шансам. И аппарат тоже умирает. Ну все, антимаг в соло. Шел дай бай май май блейд. Просто должен умереть от моего клинка. А сейчас он крайне остр. И рубит чуть ли не сразу всю голову. За один замах. Замах за май. Ну что, видим, как хайграунд прессуется ребятами из пент. Эта тревышка потихонечку падает. Не хватает одного варлока. Ну, кстати, он умер просто потому, что голема не самого удачного дал. Может быть, это какой-то прикол был. Может, он с кем-то забьется. Типа, спорим, парни, я дам голема в никого. Типа, просто чтобы спор не проигрывать. Не знаю. Айс Бласт в лейд фури. Клокер спасается бекстом. Бэтрайдер власол ловит шейкера. Ну не хочется в коги залетать. Станут лины не по кому. Никто не умер пока. Варлок потянулся снова в драку. Шадоуорт на антимага повесил. Эрспирец роленволдера закатился. Клокерка встретил. Под батарея салп встал. Наверное, удастся забрать здесь эррмена. Есть фраг. В ответ был офисорок прыгает к вопа. Выкидывает даггерскрим по бэтрайдеру. Но дальнейшего продолжения драки ждать не стоит. Антимаг говорит, окей. Дадим им парочку, наверное, минут передышки. Я пока разобьел один из алтарей. Я не против. Кстати, парни, там Рошан стоит. Никто его не бил. Сейчас-то уже можно, наверное, об этом подумать. Сам оставил здесь пару иллюзий и упрыгнул. Можно иллюзии сейчас направить на аппарат. Лишите его маны. Просто прыгнем и дайте. Будет ли подобное? Нету маны у бэтрайдера. Есть ульт. Ой-ой-ой, как же больно. Бэтрайдер минусы сюда, братишка. Второй фраг. Шекер ульт выдает. Попадает подному герой. Джиггернол, атомни, Сэш, свой выписывает. Лина крутится пока в юле, обхил от ворока. Магнетайз был использован на ртспирит. Там с роли болдера пытается из дракеты уехать. Либо все-таки догнать шекера. Шекер умирает. Фраг достаёт с ртспирит. Упапы ульт спину. Умирает Лина. Господи, где же твои заряды, братик? Братик, братик. Антимага оставили одного. Помощи нет. Маны нет. Спину даггер был закинут. Прыгает антимаг. Подрубает монтестеллу. И квапа наперёд тоже подтягивается. И фраг достаётся антимагу. Будет ли сейчас заветная надпись goodgame? Пока спасает ХГ то, что нет крипов. А бэкдор протекшн работает. Но это ненадолго. На самом деле, мне слово «братик» не слишком сильно нравится. Такое. Не знаю. Коллега может говорить. Товарищ боевой. Не знаю. Гем куплен был очень вовремя. Графики. 1012 по опыту. За пентой. Десятка по золоту. Рошан стоит пенту, о нём вспоминает. Почему бы не забрать себе фриэгис попробовать? Аппарат только что. Айсбласт проебал. Что у него? Талант на золото. Лина 4 заряда. Йоу. 2000 на руках. 20 уровень. Третий талант на дальность атаки. Плюс 150. Поймали через лосок локерка. За счёт форстафа укатился обратно. Куда-то убить его не смогли. Антимаг тоже не по шансам. Не по зубам. Что Джиггернаута? Ну он реально после Монтестева купил себе даггера. После этого собирает диффуза. Антимага вроде как поймали. Пытаются присынуть. Нет. У Асо потрачено было. Больше нечем фиксировать. Лина Даггер купила. Заряд видимо где-то только что заработала. За счёт смерти кокера, которого всё-таки добили. Кто знает, как веб-серверы попадают? Не знаю. Какой-то обряд, наверное, есть. Так, талант на золото. Earth Spirit Brawl. Даггер есть. Гем есть. Бэтрайдер, форстаф и даггер. Йола не видно. Талант на броню. Антимаг. Баттл Фури. Манта Стайл. ПТ. Аганим. Ультимейт Орп. И это будет линка. Такой вот двойной слой защиты. Далее по плану Эбисол Блейд. И совсем скоро двадцать пятый. Честно говоря, я не вижу прям огромной такой необходимости брать талант на колдаун Манавойда. Вот именно здесь. То есть здесь вроде драки не так часто протекают. И он берёт ловкость. Ну вот правильно поступил, я думаю. Ему всё равно видней. Голем скинут на центре был. Ролин Болдер от ЕСа сам из драки уезжает, получив просто даггер квапы. Прыгает хопа наперёд. Хукшот. Фиссура хорошая от шейкера. Поймали, по-моему, аппарешно. Пытается откинуться с бластом. Убит. Есть у него байбэк. Прыгает антимаг. Тахэграл. Тлина поднимает себя в юл. Хорошка метр спирит. Антимага держит на месте. Банк от Бэтрайдера. Использован был свой алтарь. Джигернаут уезжает. Маны тоже крайне мало осталось. Воевал, видимо, с иллюзиями антимага. Антимага подлетела готовая линка. Сразу на себя повесил. Дал просто знать всём об этом. Нет, нет. У кого-то ещё одна линка есть. Видимо, у квапы. Да. Тройной слой защиты. Аганим. Своя линка. Линка Лины. Квапы. Квапы. Квапы, конечно же. Квапы. На центре только Т3 вышка упала, да? Ну, вот как-то не в том направлении парни работают. Идут на бот. Саленс повесили. Бэтрайдер там через лассо пытается поймать шекера. Есть тан. Есть ульт от Лины. Помогает Джигернаут. Фраг себе забирает шекера. Убили гем. Валяется на хайграунде. Антимага. В это время забрал Т3 вышку. Ульт. Что-то кто-то там в него пульнул. Аганим это отбил. Улетает через даггера. Из бласт не долетает. Форстаф ему его сейвит. Прыгает все. Джигернаут. И что это? Видимо, был заряд диффузов. Который был сбит уже линкой. Сам упрыгнул через блин. Живо остается. Проблема антимага только в том, что у него с регеном беда. Вот ему бы 7 слотов, чтобы запулить Тебисал Бэйд и какую-то троску. Он бы с драк мог не убегать далеко. Но это уже какие-то фантазии бредни. Либо просто побольше заряда в урнах, если они там еще у кого-то имеются. И нишу до ворд варлока. Этого хватит. А у кого у нас урна есть? У Пенты. У Клокверка 0 заряда. Ничем не может подсобить антимагу. До сих пор Рошана никто за игру не убивал. Если я ничего не путаю. Реально ни разу. Такое редко увидишь. И вроде пик такой, что обе команды способны вполне. В хентах часто говорят, братик, анимешное порно. Не знаю, не сталкивался никогда. По крайней мере, я скорее думаю, что это адаптация русского перевода. На деле там что-то другое. Можно и другое слово было найти. Просто ввели такое, наверное, в обиход. Итак, есть смок от Пенты. Расперид застрял в деревьях. Неловкая ситуация. Вроде как смок был нацелен именно на... Так, стоп. Рокет флэр, хукшот, сбивает попытку роллинбоудром укатиться. Коги из когов. Выпрыгивает форстафом у нас пока Клокверк. Драка довольно сумбурная. Бэтрайдер пытается кого-то в лосо поймать. И понимает, что варлок не та цель, которую бы он хотел поймать. Стан от Линдов никуда. Из бласт был. Антимаг фраг забирает. Минус опарейшн. Клопа выкинула там, видимо, по бэтрайдеру. Дагер свой. Хотя, видимо, не долетел. Или что произошло? Ничего я не понял. В другой части карты шейкера парни потеряли из пенты. Размен пока один в один. Антимаг выдал свой ульт. Где-то умер R-спирит. Еще один фраг умерла. Лина. Камера, пожалуйста. Покажи нам, что происходит в игре. Три фрага для антимага. У Лины байбека нет. 50 секунд ее не будет. Антимаг башер свой притащил. 25 уровень. Я напомню, он вам получил. Талант на 25 ловкости взял. Байбек от R-спирита. Что только что купил Джиггернал от башер лида. Два заряда в этих узах. У нас сплит пуш. На центре на бот линии голем. Было лосо потрачено бэтрайдером. Причем лосо это по квапе. Квапу удается убить. Окей. Но у нее байбек есть на фудэк. И он не сможет вернуться обратно в драку. Фотолбанцы. Обхил. Герои вроде как замедлены. Барак на центре милишный упал. На бот линии тоже антимаг вроде бы сторону снес. Здесь какая-то война не самая равная. Клокер в кок. Застрял с антимагом. Подтягивается антимаг. Точнее кокер с джаггерналом. Антимаг уже подтягивается. Помогает ему. Пара башер минус 1 спирит. Джаггернал тоже отправляется на помойку. Что благодаря протекшна нет. Антимаг вычищает здесь бараки. Попахивает. Концом. Где заветная надпись good game. Либо будут попытки еще от парней подбиваться. Видим что на топе стоит Т2. Это мешает снесить третью сторону. Но можно попробовать взяться за бараки. За Т4 вышки. Лина выписала ульт. Клокерка убила. РМН через рейдж какой-то. Байбек. Это с обратной группой. Реггет шейкер дает неплохой ульт. Лина покрутилась. Нет. Не Лина. Бэтрайдер в Юле покрутился. Антимаг выдал мана в бой. Лина отправила в таверну в очередной раз. Бедолага рыжеволосая. 4 заряда. Байбек есть только у Бэтрайдера. 4 героя в таверне. 1 Аз. Кто? Оперейшн жив, да? Но мало от него пользы будет. Азбласт кинет. На этом все. Антимаг начинает прессовать Т4. Шейкер ему поможет. За этом Клокерк подтянется. Я думаю, это конец. Я не знаю, чего парни тянут. Чего они пишут ГГ. То есть тут уже разъебка. Все. Видно, что конец игры. Гудгейм был плейт. Наконец-то вот он здравое решение. Согласиться с поражением. Писсура. Аппарат убили. Бэтрайдер что-то катается на форстафах. Лассо юзает. Пытается Клокерка увести. Стукается об Куги. Не удается это сделать. Поделиться Антимаг на помощь. Раньше падает трон. У нас в Гудгейм. Просто все прописали. Победа Пентаспортс. Спейс создан. Антимаг выформил. Антимаг выиграл игру. Спасибо за... А что, комментик? Да ради бога.